Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня с вами Ника, и мы снова поговорим про образование в США. Это видео вы у нас спрашивали давно и просили нас его снять, и наконец-то я собралась и... Та-дам! Университеты, в которых вы сможете учиться абсолютно бесплатно. Университеты в США. По сути, в этом видео я вам предоставлю лист университетов, которые обещают вам полную финансовую поддержку, если вы зачислены в их вуз. На нашем канале мы говорим про образование и жизнь за рубежом, поэтому не забудьте подписаться и ударить по кнопке лайк, если вам понравилось это видео. Также, если вы увидели рекламу в нашем видео, пожалуйста, не пропускайте, а посмотрите ее. По сути, мы получаем вознаграждение от YouTube за свой труд, только если вы смотрите рекламу. Поэтому, если у вас есть лишняя минутка, мы очень обращаем. Университеты, которые мы с вами сегодня будем обсуждать, используют политику need blind. Need blind. Не знаю, в какой стороне будет располагаться текст. Для начала я вам вкратце расскажу о системе образования в США, а потом уже перейду к объяснению политики need blind, и уже потом покажу список университетов. Перед подачей заявки вам обязательно нужно понимать, как работают университеты, как распределяется финансовая помощь, а не просто слепо подавать в те университеты, о которых я вам сегодня расскажу. Кого спонсируют? Тут сразу нужно сказать, что образование в США платное, и платное оно для всех, как для иностранных студентов, так и для жителей США. Но если вы давно на нашем канале, то вы знаете, что также университеты США очень щедрые и дают очень много финансовой поддержки своим студентам, то есть студентам из США и также иностранным студентам. Но на некоторой степени получить стипендию будет намного сложнее, чем на другие степени. Например, я думаю, это ни для кого не секрет, что на программу бакалавра получить стипендию будет намного сложнее, нежели на программу PHD. PHD это аспирантура или докторантура. Дело в том, что как только вы выпускаетесь из школы, вы такие еще зелененькие, вы точно не знаете, что вы хотите изучать в будущем. Возможно, вам даже не понадобится это образование, поэтому университеты не хотят инвестировать в вас эти деньги. С магистратурой дело обстоит чуть получше, у вас уже больше шансов на поступление с финансированием, потому что многие люди поступают на программы магистратуры, поработав несколько лет в какой-то определенной сфере. Они знают, чем они хотят заниматься, и они знают, зачем им нужно это образование. Больше всего финансирование получают студенты программы PHD. Когда вы получаете докторантуру, по сути, вы проводите какое-то исследование, вы работаете на университет. Университет от вас что-то получает взамен, какой-то результат, какой-то research. То есть, по сути, это выгодно для обеих сторон. Вы получаете от университета деньги на свое обучение, и, возможно, даже он оплачивает вам проживание и питание, а взамен университет получает от вас готовую научную работу, или, может быть, даже какое-то открытие в определенной сфере. Но, как я говорила много раз во многих наших видео, у всех студентов есть шансы, и у меня очень много друзей, которые учатся на программе бакалавра, которые сразу после школы поступили в американские вузы и их приняли. Поэтому шансы есть у всех. Сейчас давайте посмотрим на факторы приема в американский университет. Когда вы подаете свою заявку, application committee, то есть люди, которые проверяют эти заявки, принимают во внимание многие факторы, о которых вы наверняка уже знаете. Эти факторы, эссе, ваши результаты экзаменов, транскрипты, то есть оценки в аттестате, ваша внеклассная деятельность и так далее. Но, к сожалению, многие абитуриенты, особенно ребята из других стран, не осознают, что многие университеты также учитывают и рассматривают ваше финансовое положение. Сыровая правда заключается в том, что многие учебные заведения при принятии решений о зачислении вас в вуз, также рассматривают ваше финансовое положение и смотрят, сколько вы или ваша семья сможете вложить в это образование. И иногда, чем выше эта сумма, тем больше у вас шансов быть принятым в этот университет. Конечно, это звучит как такая страшная неприятная новость, тем более я почти уверена, что многие из вас не знали об этом факторе, но вы не переживайте, потому что многие университеты используют так называемую политику need blind. То есть они не рассматривают ваше финансовое положение при принятии решений о зачислении. То есть они учитывают только нефинансовые аспекты вашего заявления. Это эссе, оценки, транскрипты, как я уже сказала, неклассная деятельность. И все, на ваше финансовое положение они смотрят только после того, как вы были зачислены в их вуз. Используя такую политику, университеты пытаются уравнять правила игры и дать возможность студентам из необеспеченных семей также получить хорошее образование в их стране. Вы сейчас можете спросить, а разве не все университеты need blind? Это правда, что каждый университет ищет талантливых студентов. Это правда, что они все будут рассматривать ваши оценки, беря во внимание вашу внеклассную деятельность, ваши результаты экзаменов. Но все равно некоторые университеты также смотрят на ваше финансовое положение. Очень часто они открыто об этом не будут говорить. Вы не увидите эту информацию на сайтах университетов, но это факт. Не у всех университетов хватает финансирования на то, чтобы спонсировать всех своих талантливых студентов. И университету, да, им нужны деньги, и нужны деньги от своих студентов. Поэтому финансовое положение очень часто может сыграть роль в принятии или отказе вашей кандидатуры в университет. Но университеты, которые используют политику need blind, как я уже сказала, они не рассматривают ваше финансовое положение вообще, а смотрят на него только после того, как вы были зачислены в ВУЗ. И у вас из-за этого может сложиться такое впечатление, что если вы были зачислены в один из этих университетов, то они вам полностью покроют все ваши расходы. К сожалению, это не так. Когда вы зачислены в ВУЗ, университет определяет ваше финансовое положение, и сколько вы и ваша семья сможете заплатить за это образование. И если у вас, у вашей семьи есть деньги, чтобы заплатить и оплатить это образование, то университет вам так прямо и скажет, что вот эту сумму вы должны будете заплатить за ваше образование, даже с учетом того, что вы уже были зачислены в их университет. Давайте это разберем на пример. Мне кажется, так будет попонятнее. Например, родители ученика, скажем, Маши, зарабатывают 130 тысяч долларов в год. Но при этом у них еще есть пара детей, которые учатся также в университете. Изучив финансовые документы этой семьи, университет сделал решение о том, что семья может платить 30 тысяч долларов в год за обучение Маши. Опять же, тут важный момент. Это решение делает университет. Не вы. Не вы решаете, сколько вы из своих доходов хотите заплатить за обучение, а университет решает, сколько вы можете заплатить и отдать за обучение либо своего ребенка, либо за свое собственное обучение. Если университет решает, что семья может заплатить 30 тысяч долларов в год за обучение ребенка по программе, которая стоит 50 тысяч долларов в год, то вот остается вот эти 20 тысяч долларов, которые университет уже покроет сам, используя разные стипендии, гранты, fellowship, да, то есть когда студент должен работать на кампусе университета. То есть есть очень много разных составляющих финансового пакета, но да, университет будет смотреть на ваше финансовое положение и можете ли вы заплатить какую-то сумму от образования в университет. Это для них очень-очень важно. С другой стороны, если родители Маши получают меньше 50 тысяч долларов в год, то есть у них достаточно низкая заработная плата, то университет, у которого практикует политику need blind, может сказать, окей, мы тогда предоставляем вам в виде грантов, fellowship, scholarship, вот эту сумму, и тогда семье не нужно ничего платить. Хорошая новость заключается в том, что в среднем у семьи в России будет намного меньше доход, чем у семьи в Америке, поэтому, скорее всего, если вы были зачислены в один из need blind вузов, вам не нужно будет ничего платить. Опять же, тут очень такой хитрый момент. Если вам предоставляют финансовый пакет, который покрывает полностью ваше обучение, это не значит, что вам никогда ничего не нужно будет платить. В Америке очень часто практикуют student loans, да, то есть кредит на обучение. И очень часто, если вы смотрите на свой финансовый пакет, вы можете увидеть, что 50% покрыто стипендии, еще 25% покрыто каким-то грантом от какой-нибудь там организации, а еще там 25% последний вам нужно будет взять, да, то есть вам нужно будет взять из университета в виде кредита. Ну, вы не бойтесь, потому что брать кредиты в Америке это абсолютно нормальное дело, у них вся экономика построена на этих кредитах. Тем более, если кредит вам предлагает сам университет, есть очень много плюсов. Во-первых, будет очень низкий процент. Я даже читала, что в одном университете, ну, я думаю, это часто политика так практикуется, что когда вы учитесь, процент не начисляется, а он будет начисляться только когда вы выпустите, выпустите, выпуститесь. Когда вы уже станете выпускником и начнете где-то работать, да, только после этого будет начисляться процент на ваш кредит. И опять же, этот процент очень-очень маленький. И другой плюс для иностранных студентов то, что если вам кредит дает сам университет, то вам не нужен за него поручитель. Если вы пойдете в такой любой рандомный банк в Америке и заходите взять кредит, вам нужен будет поручитель-американец. Если вы берете кредит из университета, в котором вы собираетесь учиться, то вам вот этот поручитель не нужен. Но в сегодняшнем видео я с вами поделюсь списком университетов, которые предлагают вам полное финансирование без необходимости взятия кредита. И давайте начнем с самых топовых университетов. Начинается он с Harvard University, Yale, Princeton, Stanford, University of Pennsylvania, MIT, Columbia, Brown University. Вы понимаете, что это топовые университеты. Университеты, которые находятся в топовых рейтингах, на самых топовых местах. То есть это очень классные университеты. И поэтому у них достаточно финансирования, потому что у них очень много доноров. Потому что государство инвестирует в них достаточное количество денег, потому что они являются таким лицом страны. Они приманивают иностранных студентов. То есть эти университеты очень крутые. И да, если вы настолько крутой, что вы оказались зачисленным в один из этих университетов, то вам предлагают полное финансирование для них. Как бы деньги это не проблема. Но, как вы уже поняли, попасть в эти университеты достаточно сложно. Это не невозможно. Это просто сложно. Каждый год эти университеты принимают примерно 7% от числа подающих. Это называется acceptance rate. Acceptance rate у этих университетов 7, 10, 3, 4%. Очень низко. Но это не значит, что вы туда не сможете поступить. У всех есть шансы. Вам просто нужно понимать, что будет очень огромная конкуренция. И сейчас я с вами поделюсь менее известными университетами, которые тоже предоставляют полное финансирование. Менее известно это не значит, что туда тоже легко попасть. Но в них acceptance rate будет чуть-чуть повыше. И возможно вы не знаете о существовании таких университетов. И возможно один из этих университетов вам подойдет. Так что слушайте внимательно. Первый университет это John Hopkins University. Это частный университет. Так называемый Research University. И он практикует политику need blind. О которой я с вами уже сегодня поговорила. Следующий университет это North Western University. Также частный университет. И он предлагает 100% финансирование своим студентам. Но тут важно отметить, что они не практикуют политику need blind. Они практикуют политику need aware. То есть все равно они смотрят на ваше финансовое положение при принятии решения о поступлении. Но у них достаточно финансирования, чтобы предложить вам финансовую поддержку. Следующий университет это University of Chicago. Тоже достаточно щедрый университет. Я туда буду подавать скорее всего свою заявку. Правда у них acceptance rate в районе 6%. Но посмотрим. Следующий университет это Wonderbilt University. Они практикуют политику need blind. Прокрывают все ваши расходы при необходимости. И не включают кредит в финансовый пакет. Вот например я сделала скриншот с их веб-сайта. Будет наверное с этой стороны. Вот тут. Вы видите, что у них admission processes need blind. 100% demonstrated financial need. И также не включают loans. То есть да, у них все это четко на сайте указано. Следующий университет это Amherst College. Он также практикует политику need blind для иностранных студентов. Они на этом делают акцент. Потому что некоторые университеты практикуют политику need blind только по отношению к своим студентам из Америки. То есть американцам. Это Liberal Arts College. Да, то же самое. College, university это неважно. Это Liberal Arts College. И в нем есть программы только на степень бакалавра. То есть вы не сможете там учиться на магистр или на PhD. Но если вы хотите получить степень бакалавра в таких творческих, не технических науках, то это хороший университет для вас. И последний университет это Washington and Lee University. Это частный Liberal Arts College. И он также гарантирует 100% покрытие расходов для тех семей, у которых заработок меньше 100 тысяч долларов в год. Хочу также отметить, что во все эти университеты, которые я назвала, поступить будет достаточно сложно. Не все университеты готовы предложить полное финансирование своим, а особенно иностранным студентам. И вы не один такой иностранный студент, который хочет подать вот в эти университеты. Поэтому будет конкуренция. Поэтому будут выбраны лучшие из лучших. Но я верю, что у нас у всех есть шанс. На этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал и ударьте по кнопке лайк. Если вы решили поступать в США, обязательно посмотрите вот это видео, в котором я рассказываю о пяти необходимых вещах при поступлении в США. А если вы просто хотите сейчас расслабиться и посмотреть что-то такое интересное, прожить в США, посмотрите вот этот влог от моей сестры Милены. Она учится сейчас в США. И тут она вам показывает свой день на кампусе. На этом все. Follow your dreams. И убедимся в следующем видео.